А мы продолжаем программу и представляем вам нашу первую гостью. Это Яна Артемьева, управляющая салона красоты. Яна, доброе утро. Доброе утро. Яна, весна, приходит, хочется каких-то перемен, чего-то нового. Посоветуйте, как создать какой-нибудь новый образ? С чего начать? Что делать? Ну, для начала довериться специалистам. Потому что многие хотят экспериментировать, и это приводит к нежелательным последствиям, как нарисовать себе брови маркером. Прийти в салон красоты, определиться, что же хочется. На самом деле сейчас тенденции диктуют разнообразие. Ну, просто короткие волосы, длинные волосы. Единственное, что в моде 70-е. Да, в 70-е возвращается, возвращается объем, возвращаются естественные цвета волос, макияж, стрелки, губы нют. И это все сейчас на пике популярности. И если девчонки хотят поэкспериментировать с синим цветом волос, ну, либо зеленым. Такое тоже делают. Да, такое, к сожалению, делают. Но мы советуем воздержаться, потому что естественная красота подчеркнутая. Естественный образ, как будто бы ты только что встал с постели. Та же Вера Брежнева, она сейчас на пике популярности. Это все-таки приветствуется весной. А вот такой вопрос еще. Если прийти в салон красоты и просто сказать, я хочу чего-то нового, создайте мне образ, то такое возможно, так прям вот с нуля могут сделать образ? Вообще в салонах, в хороших салонах работают стилисты. Они не только могут подстричь, не только могут покрасить по шаблону, но они могут и специализироваться на том, чтобы подобрать образ. И если девушка приходит, и она сама не понимает, что она хочет, в общении с ней мастер понимает, что ближе ей по духу, опять же, в чем ее видят другие, в чем она может раскрыться, и чаще всего человек уходит с горящими глазами и готов погореть мир. И новым обновленным образом совершенно, да? Да, и просто готовы погореть мир. А говоря, может быть, о технических моментах, когда делается какая-то покраска, новая стрижка, химия и так далее, как сохранить, не знаю, здоровье и здоровье волос, говоря о прическах? Ну, наверное, нужно выбирать хороший краситель. Очень многие салоны работают на эконом-красителях. Это, конечно, сказывается на сумме, которую потратят люди на окрашивание, но, тем не менее, волосы будут в плачевном состоянии буквально через две недели. Когда краситель хороший, он практически не содержит аммиака, он, наоборот, ухаживается волосами. И, как сказать, волосы становятся намного лучше. Многие девчонки боятся перекрашивать волосы какими-то там кардинальными методами. Можно просто тонировать. Волосы будут выглядеть здоровыми, блестящими, красивыми, ухоженными. И, опять же, помогут подобрать мастера после ухода. Если, допустим, вы покрасились в дорогом салоне хорошей краской и потом начали ухаживать за собой подручными средствами домашними из рецептов каких-нибудь бабушек, то здоровье волос вряд ли будет поддерживаться. Но это как-то можно восстановить? Да, конечно. Сейчас волосы восстанавливаются. Сейчас очень далеко ушла косметология. Уход для волос сейчас различный. Можно как-то отрастить быстро волосы. Ну, в принципе... Так и постричь тоже быстро их можно. Да, отрастить в том плане, что даже если у вас волосы испорчены, не обязательно стричь. Есть восстановление, есть кератиновое восстановление волос, есть увлажняющие процедуры, которые помогут волосы сохранить и уже постепенно так... Ну, и завершая тема про волосы, да, вот сейчас вроде как популярны становятся стрижки короткие вместо длинных. Так ли это или если нет, то что сейчас в моде? Ну, вообще, если исходить из практики, как приходят девушки, стрижки сейчас разные в моде. Если это, правда, короткие, то это не какие-то геометрические формы, да, это легкие воздушные волосы, также могут быть локоны, локоны могут быть и на коротких волосах. Но это все достаточно воздушное, взбитое и интересно. То есть, в принципе, любая длина волос, любая структура волос, любой цвет волос может сейчас оказаться в тренде. Нужно просто умело это преподнести. Понятно. Опять же говоря, веснея о том, что скоро будет лето, скоро мы все будем оголяться, какой-нибудь совет, может быть, дадите, да, как подготовить себя к этому процессу, как бы, как выглядеть лучше, какие процедуры? Да, конечно. Вообще, нужно не забывать про косметологию. Про косметологов, потому что после зимы кожа нуждается в уходе, и при том нуждается в уходе больше, чем волосы и другие части тела наверняка, потому что кожа не защищена, кожа ослаблена, и, опять же, солнечные лучи уже достаточно активны. Поэтому кожу нужно готовить. Для этого сейчас есть и солярий, которые, опять же, вред пользу. А вот солярий, да, такой вопрос. Опять же, мне всегда казалось, что солярий достаточно вредная вещь. Ты немножко как будто бы поджариваешь себя, знаете, как гриль такой. Нет, нет, солярий на самом деле – это вещь, также используемая в медицине. Но все, как говорится, хорошо в меру. Да, если в умеренных количествах солярий – это полезно, это подготовка кожи к солнцу, ты не обгоришь, там все равно допустимые какие-то, да, лучи, облучения. На солнце можно получить для ожоги гораздо больше. Чем в солярии? Да. Да, на самом деле, да, это уже доказано. И при помощи консультации с косметологом она подберет, сколько вашему типу кожи можно загорать, можно ли загорать, какие крема нужно использовать. То есть, как всегда, нужно обратиться к специалисту, к профессионалу, который сможет в этом помочь, да? Да. Ну и напоследок такой вопрос еще. Какая в последнее время появилась самая необычная процедура, самая что-то вот такое экзотическое может быть сейчас? Знаете, сейчас разновидностей, процедур очень много. Особенно это касается массажей. Сейчас просто дикое количество различных массажей. Это массаж горячими апельсинами. Да, это удивляет, когда прослеживаешь вот этот вот рынок, который заполняется предложений. Наверное, спрос выражает предложение, и люди хотят с собой что-то сделать новое, и верят в то, что это новое поможет. Но, честно, нет, наверное, ничего лучше классических процедур, которые уже проверены, которые обоснованы, и, скажем так, проводятся специалистами. Потому что значение многих процедур я объяснить честно не могу. Это, наверное, для самоуспокоения. Лена, спасибо вам огромное. Друзья, если вы хотите выглядеть так же чудесно, как выглядит Яна, то рекомендую вам тоже в салон красоты обратиться и как-то за собой следить и заботиться. Спасибо вам, что пришли в гости. Спасибо, всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok